В целом, ситуацию на фронте, ситуацию с украинскими контрнаступлениями, конечно же, о том, как россияне пытаются уже более чем год захватить Донецкую область. Поговорим с Юрием Игнатом, спикером командования Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Юрий, здравствуйте, рада вас приветствовать. Доброе утро. Да, доброе утро. Давайте начнем вот с чего. Я тут вспоминал наши с вами предыдущие эфиры и заметил, что эффективность украинской ПВО от нанесения ударов дронами, камикадзе, шахед, да, в данном случае, оно намного улучшилось. И за последние, если я не ошибаюсь, несколько массированных попыток нанесения ударов шахедами на территории Киева и Киевской области было уничтожено то ли 90, то ли вообще в некоторые дни 100% шахедов. Оцените по состоянию на сегодняшний день, пожалуйста, эффективность украинской ПВО. Ну, видите ли, это очень тонкая оценка эффективности, потому что ПВО работает по разным типам целей, поэтому эффективность против самолетов или эффективность против ракет крылатых или эффективность против дронов. Но если говорить в целом, в целом, естественно, эффективность наших противовоздушной обороны, всех сил обороны, имея в виду, не только наших повитренных сил, да, которые есть, а вот всех, потому что сейчас ПВО имеют, ну, фактически все подразделения, ну, это ПВО какое, включая ПЗРК и зенитные пушки и крупнокалибранные пулеметы, которые ездят сегодня в составе мобильных огневых групп, которые оборудоваются дополнительным вооружением, модернизируются, это прожекторы, тепловизионное оборудование и оптика, это все помогает в целом отражать воздушные атаки врага. Но, безусловно, эффективность и результативность, скажем так, дают все-таки зенитные ракетные комплексы, которые есть на вооружении самого нашего вида, повитренных сил, так как противник чаще всего использует и дроны, и ракеты ночью в темное время суток, или же, ну, можно использовать и погодные условия, где скрывать, собственно, там, затучими, скажем так, можно даже скрывать эти цели от визуального контакта и от тех мобильных огневых групп, которые я говорю. Поэтому зенитные ракетные комплексы, которые имеют радиолокационные средства, могут поражать цели на большом расстоянии. И, ну, естественно, смотря на точку на радаре, так, грубо говоря. Таким образом, эффективность нужно разделить на те виды вооружения, которые используются при уничтожении воздушных целей. Иногда удается действительно, вы правы, 100% уничтожать тех же самых шахедов. Если мы берем новогоднюю ночь, когда оккупанты решили нас поздравить с 45 ударными дронами, это было с 31 на 1, 45 было все уничтожены. На следующую ночь 39, 100% уничтожено. Но бывает, когда всего 10 дронов пролетают и половина только уничтожается. Потому что противник имеет некоторые данные, данные разведки, прокладывает маршруты. Ну, как, таким образом, пытается все время находить новые данные для того, чтобы перехитрить нашу ПВО и нанести как можно больше урона. Иногда это удается, но и мы каждый раз эту информацию тоже определенно проверяем, смотрим. И уже на следующий раз, чтобы эффективность была, близилась к тем 100%, которые мы все хотим. Кстати, об этих 100% будут ли они, в принципе, в ключе того, что США объявили о новой помощи 2,1 миллиарда долларов. И, ну, это разделяется на две части. Но мы давайте возьмем, обратим внимание на вот эту первую часть. Кроме боеприпасов для хаймерсов, излюбленные нашими врагами, которые уничтожают с лета прошлого года по 6-7 штук. Интересно, боеприпасы тогда для чего, да? Для каких РСЗО именно тогда пришлют? Но вот тут есть три радиолокационные станции воздушного наблюдения. Это то, о чем мы вот начали разговаривать. И, конечно же, 9-30-миллиметровых противодронных пушек. Это насколько улучшит нашу ситуацию? И, возможно, еще, по вашему мнению, чего не хватает? Ну, давайте начнем с пушек. Безусловно, усиление вот этих мобильных огневых групп ПВО сухопутных войск, это больше к ним вопросы, чем, ну, у нас же большие комплексы. Там, Айристи, Носамс, ждем Патриот, Сампти, такие комплексы. А вот, что касается ПВО Малого, это тоже, ну, важную роль они играют, потому что их можно поставить непосредственно, непосредственно в близости от объектов, которые враг пытается поразить. Вот те же самые электростанции, подстанции, логистические развязки. Ну, и другие, скажем так, объекты, которые нужно защищать. Украина большая, Украина очень большая территория. У нас одна из самых больших стран в Европе, и нужно понимать, что крупнокалиберными пушками, так, 30-миллиметровыми, ну, не удастся перекрыть большой. Их нужно очень много, потому что дальность их стрельбы небольшая, это, ну, 2 километра эффективность. Вы понимаете, что это, ну, не очень, ну, может, там, вот Гепард, вроде как немецкий, да, там тоже, это самоходная уже зенитная установка, там до 4-х километров может поражать цели. Это уже немецкая хорошая техника, и она уже довела свою эффективность. Что касается вот зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов, это несколько километров, поэтому их нужно много. Ну, 9, да, это усиление, ну, небольшого участка фронта, скажем так, но все равно это помощь, это помощь, которая идет постоянно, не только вот сейчас, она идет от разных стран, и будем усиливать, в том числе, малое ПВО. Количество нанесения ракетных ударов по Украине снизилось со стороны Российской Федерации. С чем вы лично это связываете? Ну, тут лично, не лично, это у противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет, они их все фактически стратегический запас, скажем, не все, потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все израсходованы. Нет, израсходован стратегический запас ракет, который у них был, имея в виду ракеты дальнобойные и высокоточные, крылатые ракеты калибр Х-101, а также ракеты Искандер-М, это уже баллистические, которые противник использовал с самого начала войны в разных целях. И именно самое большое количество, сотни ракет, около 800 противник использовал именно для ударов по нашей инфраструктуре, по топливно-энергетическому сектору Украины. Таким образом, имея еще некоторый запас небольшой, так они будут дальше накапливать. Но накапливать непросто, они же годами эти ракеты копили раньше, и вот так вот на трансформаторной будке, так шутят сейчас, они их использовали. И поэтому они ищут новые методы нанесения ударов, новые виды вооружений. Ну, кроме реактивной артиллерии, применяется, естественно, С-300, мы знаем, в прифронтовых зонах. Ну, а также начали страдать прифронтовые зоны от попаданий КАБов, это фугасные авиационные бомбы, которые управляемые. То есть, у них есть крылья, они планируют, система GPS ведет их к цели. И уже все больше и больше начали применять эти бомбы. 500 килограмм, полторы тонны. Вот это опасное оружие, которому нужно чем-то противостоять. Противостоять чем? Понятно, нужно просто отгонять подальше российские самолеты от линии боевого столкновения или от государственной границы. Потому что и Сумская область, и Черниговская область, и Одессина, ну и весь Восток страдает сегодня от этого вида вооружения. Немного так, ну, это как сказать немного. 10 бомб в день, 15 в день, это много или мало. Одна бомба 500 килограмм делает очень серьезную воронку и серьезные разрушения. Поэтому нужно противодействовать этому. Ждем П-3, ждем Санкт-Ти, чтобы на определенных участках фронта усилить воздушное пространство. Они могут отгонять российские самолеты на расстояние до 150 километров. Ну, а лучше всего, конечно же, это самолеты многоцелевые поколения 4+, такие как АФ-16, которые могут сделать это еще эффективнее. Так как подняться могут с любого оперативного аэродрома, который будет вблизи, да, и вылететь навстречу этим российским самолетам, скажем так, Су-35. И расстояние, которое может достигаемо ракетой АИМ-120 АМРом определенной модификации, составляет 180 километров. Поэтому противодействие может быть такого рода, тогда уже они не будут так вольно себя чувствовать и не будут применять это вооружение. Позвольте еще уточнить касательно нанесения ракетных ударов. Видим, что последнее время эффективность нанесения ракетных ударов Российской Федерации практически не несет. Практически все ракеты сбиваются. Видимо, для Российской Федерации это слишком дорого стало запускать ракеты впустую. Но мы фиксируем на территории Украины, вблизи с российской границей, использование, если я не ошибаюсь, простите за, возможно, неправильную формулировку, баллистических ракет. Это, если я не ошибаюсь, С-300, да, Юрий, правильно я говорю? Это зенитные управляемые ракеты. Это те ракеты, которыми мы сбиваем воздушные цели. Они эти ракеты применяют по баллистической траектории, по наземных целях. И у них их много, к сожалению, осталось. Да, Юрий, и прогнозируете ли вы, либо же, возможно, владеете информацией, насколько реалистично то, что они будут использовать эту баллистику, эти баллистические ракеты уже как основные ракеты и более массированные, чем имеем сейчас? Ну, смотрите, да, смотрите, они, это сразу же не баллистические ракеты, это зенитные управляемые ракеты. Но их можно применять по наземным целям, по баллистической траектории. Чем дальше цель отпусковой установки, тем более не точно будут они их использовать. Эти зенитные установки, это С-300 системы, мы их поражаем и артиллерией, если удается, и ракетами Харм наши истребители ежедневно отрабатывают и пытаются их уничтожить. Это самый вот такой, я говорю, украинской мовой диевый метод, да, рациональный метод уничтожения. Понятно, что по ракетам, зенитными ракетами стрелять нет никакого смысла резонно, поэтому нужно уничтожать сами установки. И вот про дальность, до 150 километров, до 150, не больше, они могут их применять. Ну, реально применяют 40, 50, 70, до 100 применяют по прифронтовым городам. Поэтому, да, это тоже вот серьезный вызов, с которым нужно бороться, но тут проще, чем с самолетами Су-35. Тут нужно их просто уничтожать, находить, чтобы разведка владела данными, то ли артиллерии, то ли авиации отрабатывать по ним. Ну, возможно, ударными дронами, которых становится все больше и противника, и у нас в том числе. Да, спасибо вам большое. Хочу напомнить нашим зрителям, общались мы только что с нашим спикером, это Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины.